Сегодня у нас 20 октября. 1 ноября выборы в Соединенных Штатах Америки. Позже нам две недели с небольшим ждать. Две недели с небольшим отделяют нас от решающего события не только в американской политике, от решающего события для нас, для украинцев. Я объясню, почему я так говорю. Потому что выборы в США, это самое главное событие в США за 4 года. Поскольку Украина неразрывно связана с США, и Украина зависит от США, сейчас скажут, а, зависит, конечно, зависит, да, конечно. А что, я люблю называть вещи своими именами, и в этом нет ничего позорного. А Россия зависит от Китая, ну что. Поэтому, поскольку это самое главное событие в США, то это самое главное событие для нас. Как бы там ни было. Потому что от того, кто войдет в овальный кабинет Белого дома, по результатам этих выборов, зависит будущее Украины, и, конечно, будущее войны. А будущее Украины зависит от результата войны. Поэтому ждать осталось недолго. Подождем. И не столько ждали. Мы вообще терпеливыми стали. Мы стали философами многие за время войны. Люди стали философами. Украинцы такие, знаете, мы приспособились. Мы умеем радоваться даже в тяжелейших условиях. Вы знаете, я вот смотрю, да, Святослав Вакарчук и Океан Эльзы собрали в Киеве во время войны пять полных дворцов спорта. 50 тысяч человек пришло на концерт Океана Эльзы во время войны. О чем это говорит? Ну, во-первых, это говорит о том, что Святослав Вакарчук выдающийся артист. Выдающийся. И я еще раз хочу поаплодировать просто этому человеку, который гордо возвышается над всеми остальными украинскими артистами. Вы знаете, я вчера, у меня была полемика большая с Алисей на тему на тему популярности. Я вывел вчера формулу эту, ну, я подспудно ее знал, но я вчера ее сформулировал. Я хочу рассказать вам. Это интересно. Вот я говорю, что такое популярность журналиста? Это когда его смотрят или слушают, или читают. Вот если журналиста смотрят, слушают или читают, это значит, он популярен. Это называется слово популярность. И чем больше его смотрят, слушают, читают, тем более он популярен. А что такое для артиста популярность? А для артиста популярность, когда люди покупают билеты, покупают билеты на его концерт. Не ходят на шару на день города, когда войны. День города на площади артисты, на шару, чем бы не прийти. Нет, это не популярность. Популярность это когда вот Вакарчук объявляет концерты и на них приходит 50 тысяч человек за 5 дней. За деньги. О, вот это популярный артист. Но есть другая еще история по артистам. Она называется стабильностью. Когда-то вот, я помню, да что когда-то и сейчас вот говорили, что такое класс футболиста? Стабильность есть признаком класса. Если ты великий Месси или Криштиану Рональду и ты блеснул один сезон, все говорят, ну да, ну это супер. Я видел таких звезд, мы все видели, которые вот один сезон отыграли, смотрят, ну как Бог играет вообще. А потом все. А потом все. А вот Месси и Криштиану Рональду играют уже сколько лет? 15-20 на выдающемся уровне они могут чуть ниже сезон провести, ниже этой высочайшей планки, чуть выше, намного выше, но они не опускаются ниже этого уровня выдающегося. Поэтому вот мы говорим, выдающиеся звезды. А теперь возьмем, переходя к артистам, опять-таки, вообще касса, я вам говорю, как человек, который долгое время занимался шоу-бизнесом профессионально, касса, это потрясающая история. Всегда говорили артисты, встретимся у кассы. Вот объявили концерты и теперь по гамбургскому счету смотрим. Вот цены на них примерно одинаковые и смотрим, кто собрал один дворец спорта, а кто собрал три стадиона. И все понятно, это называется соревнование по гамбургскому счету. Говорят, а вот как артистам? Да вот так просто, кассой. Вот русские взвинтили шамана до небес, да, как же, патриотизм. Взяли голубого мальчика, он гей, если кто не знает, он гей. Взяли мальчика с такими немецко-фашистскими внешними данными, раскрутили на русском квасном патриотизме. Я русский, я иду до конца, из каждого приемника, из каждой жопы звучит это «Я русский, я иду до конца, кровь моя от отца». Детей в школах заставляют петь эту песню хором. Встанем, встанем. Конечно, надоело лежать. Сколько можно лежать в блевотине после попойки, уже надо встать. Встанем, я русский, я иду до конца. Раскрутили этого голубого мальчика просто до нечеловеческого визга. И все бы то хорошо. Только мальчик поехал на кассовые концерты. А там провал. А там отмены. Не идут люди. То есть, это не называется популярность. Это называется раскрутка, идеологическая, политическая подоплека. Все что угодно. Но мальчик не популярен. То есть, раскрутить раскрутили, а популярности нет. к чему я это все так долго рассказывал? Вы не знаете, о чем мы говорили сначала? Добавлю про шамана, кстати, вот вы говорите. Недавно появилась информация, во-первых, что он разводится. Он развелся. Василий, я вам расскажу. Он развелся. Год семьи, объявленной Путиным. Да. Он развелся, опять-таки, как многие голубые мальчики в России, вынужденные скрывать свою ориентацию. Он типа женился на своей пиарщице. Она серьезная пиарщица Мартынова. Она работала в бизнес-структурах Алишера Усманова. Она очень серьезных успехов достигала в этой работе. И она взяла мальчика раскрутить. Он на ней женился. Типа у них разница 12 или 14 лет. Она его старше. Ну, чтобы прикрыть свою ориентацию. Бо в России не модно быть геем. В общем, а дальше произошло. Там одна башня Кремля его держала. Потом ей надоело. Он развелся с Мартыновой, открестился. А, я вам скажу, что у Алишера Усманова начались проблемы с Кремлем. Вот что произошло. И жена его, Ирина Винер, оставила все посты после этого. Там какая-то напряженность. Я не знаю, какая, но есть. И шаман поспешил избавиться от этого наследия. И переметнулся к другой башне Кремля. И тут же совершил дикую глупость. Он подал заявку в Роспатент на то, чтобы запатентовать слова «я русский» для названия водки. Торговую марку. Торговую марку, да. Водку выпускать. И как началось, так он под этими святыми словами хочет спаивать русский. Они его уже начали травить. Зарабатывать на этом хочет. Да, на русский, на нас. Да, они уже начали его травить. У него сейчас начинаются непростые времена у шамана. Но мы ему сопереживать не будем. Он чучело знал, куда он идет. Он хитрый, продуманный мальчик. Он не дурак абсолютно. Он ввязался в эту историю фашистскую сознательно. Но впереди у него тяжелые времена. Тут даже, знаете, особо умным быть не надо, чтобы понимать. У всех, кто ввязался в русскую фашистскую историю, будь ты хоть Газманов, хоть Долина, хоть Обездолина, у всех большие проблемы впереди. Они не просто испортили себе некрологию. Они себе испортили жизни. И они поплатятся за то, что под их песни русские гады убивали украинцев и разрушали наши города. Они за это все поплатятся. Кто как? Кто кармический? Кто по-настоящему? Кто еще как-то? Для них там сверху все придумают. Кто будет как платить за свое участие в истреблении народа, в геноциде народа? За них там все наверху придумают. Но платежки придут всем. Вот просто всем придут платежки. Идем дальше. Дмитрий Ильич, есть еще одна тема, которая взбудоражила тут внутри Украины. Кто-то потом говорит, да не новости, это давно так происходит, еще и до войны это было. Но просто во время войны что-то шокирует разы больше. На днях редактор издания «Цензорнет» Юрий Бутусов опубликовал материал, в котором отметил, что 49 прокуроров Хмельницкой области оформили себе инвалидность. По его мнению, к этому могут быть причастны бывшая руководительница Хмельницкого областного МСЭК Татьяна Крупа, у которой во время обыска обнаружили дома 6 миллионов долларов, и ее сын Александр Крупа, возглавляющий пенсионный фонд Хмельницкой области. В связи с распространением этой информации офис генпрокурора сообщил, что генпрокурор подписал приказ о проведении служебного расследования. 49 прокуроров оформили себе липовую инвалидность. Говорят, что не ради денег это делается. Понятно, что многие из них достаточно обеспечены, надо разбираться, в какой способ обеспечены, как они эти деньги зарабатывали. Это другой вопрос. И даже не ради отсрочки от службы в армии, поскольку государство тоже бронирует по линии прокуратуры. А делается это чаще всего для того, чтобы их не сместили с хлебного места, поскольку с удостоверением человека с инвалидностью прокурора сложно перевести из насиженного, прикормленного хлебного места в другой район, какой-то невыгодный, где бы он может и не хотел бы продолжать нести почетную службу. Дмитрий Ильич, как вам эта история про 49 прокуроров? Ну, я скажу вам так. Это, конечно, отвратительная история, которая здорово демотивирует любого нормального украинца. У меня она вызвала такую, знаете, как это сказать, культурно, я подбираю тщательно слова, это ужасно вообще, ужасно было узнать об этом. Юра Бутусов молодец, что он эту историю поднял, раскопал, молодец. Что происходит? Опять-таки, простыми словами. Пока практически весь украинский народ сражается с русским фашизмом. Пока десятки тысяч украинцев гибнут на фронте, оставляя свои семьи осиротевшими. Пока множатся ряды могил на украинских кладбищах, в которых лежат в этих могилах люди, погибшие на своей земле за свою землю, подчеркиваю, на своей земле за свою землю, пока мы собираем на дроны по копейке буквально, собираем на все, отдаем все, что можно и что нельзя на фронт, пока мы каждый день ловим новости и думаем о войне, оказывается, существует целый огромный прошарок, в общем, как это сказать, людей, паразитирующих на войне и набивающих на войне карманы. Ну, не просто карманы, это мешки. Когда я увидел, как у этой схмельницкого женщины крупы в каждой шухляде лежат пачки с долларами, когда я увидел, как ее муж лежит на диване, на кровати и вокруг него все это рассыпаны доллары, когда я прочитал не просто о 6 миллионах долларов ее, это то, что удалось найти, а об огромном количестве недвижимости, зашкаливающем, количестве недвижимости, ну, я вам скажу, я фонарел не столько от нее, и не столько от прокуроров этих, которые инвалиды поголовно, там же понятно, рука руку моет, все друг друга крышуют, все взаимно обогащаются, и это во время войны. Я подумал не об этом, я знаете, о чем подумал? О чем? О том, что копни каждую область, ты там найдешь то же самое. вот каждую область копни найдете свою крупу, найдете своих прокуроров и много еще чего интересного. Это ужасная история. Я не о крупе думаю, она, это крупа. Я думаю о манной каше, которая состоит из таких крупинок. Я думаю об огромном количестве коррупционеров на армии, которые за повышенные деньги поставляют армии оружие. Я думаю о мародерах на армии. Я думаю о том, что сегодня в Украине бум на покупку драгоценностей дорогих часов за десятки сотни тысяч долларов. дорогих автомобилей и предметов роскоши. Я не слышал, чтобы кто-то это говорил, но я это скажу. Почему? Потому что знаю, потому что общался с продавцами магазинов роскоши, и они рассказывали, что такого бума у них не было очень давно. О чем это говорит? О том, что у людей, у некой прослойки людей появились баснословные деньги. и эта прослойка людей называется коррупционерами, но это не просто коррупционеры. Это страшные преступники, которые во время войны богатеют на войне. Хуже ничего нет. Я бы впаивал довичное увязнение, пожизненное заключение. Вот попадаешься на коррупции, доказанной во время войны, довичное. Да, вот так. С конфискацией? Да, совсем, но не может быть такого, чтобы подавляющее большинство украинцев снимали с себя последнее. Не может быть такого. И это, вы знаете, это вредители, они разлагают наше общество изнутри, потому что, когда простые люди смотрят на это, думают, как? Как это вообще возможно? Как? Ну и на Западе же смотрят. На Западе же смотрят тоже. У меня племянница в Соединенных Штатах, одна из главных волонтеров по Украине. Они огромные ангары в начале войны еще начали забивать вещами для украинцев. Там всем необходим ангары. Я сказал, что вы должны понимать, что многое не доходит до украинцев, разворовывается, потом продается на рынках. Она говорит, это невозможно. Они понять такого не могут даже. Они представить такого не могут. Но это мы. Это тоже мы. Не мы с вами. это тоже наша страна и такие люди в ней есть. Конечно, надо жестко с ними работать. Я считаю, что с ними надо жестко работать. Я считаю, что у наших правоохранительных органов непаханное поле просто целина для работы с этими негодяями и подонками, которые очень демотивируют и разлагают украинцев, простых людей. Меня очень демотивирует это. Я в отчаянии иногда бываю. Я когда вижу такую крупу очередную, ну просто в отчаянии, я думаю, ну какое дно, ну как это может быть такое, ну где дно у этого дна? Честно, у меня это в голове не укладывается, я не понимаю искренне этого. Я не понимаю.